Итак, всем привет, с вами Докгай. Мы продолжаем играть за французскую коммуну в Кайзеррайх. В прошлой серии мы тут воевали вместе с добровольцами, революцию, так сказать, продвигали. И достаточно успешно, в этой же серии мы это продолжим, и уже подготовимся к войне с Германией. Настроим наших военных заводов, настроим танков, настроим самолетов. Будем полноценной страной с полноценной армией. И война в Аргентине закончилась. В Чили и наша Патагония победили. Прекрасно. Можно еще им туда помочь, но пока я хочу поставить себе концерн авиаконструктора и советников на военное руководство. И вот Австрийская империя уже анонсировала Венгрию. Но рано или поздно это должно было случиться. Одной дивизией нельзя победить Австрию. В Индии у нас тоже дело так себе, но я не думаю, что они смогут дальше пройти. Пока что они просто перемирие заключили, я так полагаю. Здесь постепенно мы продвигаемся. Чуть-чуть, чуть-чуть. А вот в Америке у нас все реально хорошо. У наших друзей там в два раза больше военных заводов, чем у ближайшего конкурента. И буквально скоро, кстати говоря, смотрите-ка. Российская Социалистическая Республика. Я думаю, здесь что-то не так написано. У нас, в общем-то, туда просто кто-то вернулся. Так вот, здесь мы скоро Американский Союз капиталируем, а затем уже пойдем на Соединенные Штаты Америки. Ну, правда, швейцарцы изгоняли наших граждан из своей страны, а теперь хотят мира. Ну, одна стабильность здесь в политической власти звучит неплохо. И можно попросить за это уступки? Конечно же попросим. Почему бы и нет? Вопрос только что они ответят. Не очень понятно. Ну, никаких уступок, никаких переговоров, я считаю. Войны, я так полагаю, не будет, да, в итоге? Это просто какой-то баф мог быть, а могло не быть. А вот и в Италии тот ивент на женскую войну мне пришел. Значит, пора тоже отправлять добровольцев. Пора помогать нашим друзьям побеждать в своей стране. А вот и мы победили одну из сторон США. Сочувая боюсь, что в один момент Канада вступит, и из-за этого синдикаты могут поплывить. Но у них все равно должно быть больше военных заводов, и они должны это осилить, даже если Канада вступит. И мы исследовали новые самолеты, исследовали все нужные модули. И теперь у нас будут истребители, и вместе с ними будут также и штурмовики. Сейчас мы их сделаем. Вот такие они у нас получатся. 120 штурмовые атаки за 49. Пойдет, только иконочку надо поставить какую-то более, так сказать, штурмовую. Ну вот что-то такое, да. И теперь у нас будут и штурмовики, и истребители. Прилем его институт. Танк начинаем делать, надо будет закупаться. Часть мы сейчас в промышленности отправим, конечно же, на авиацию. И вот мы сейчас вот-вот, я чувствую, Рим капитулируем, да. Правильно мы тут армию уже качаем нашу. И да, Рим капитулирует, отлично. Остается, собственно говоря, обе Сицилии и Итальянская республика. Она пока нас не напала, она, кстати говоря, может нам неплохо, так сказать, планы спутать, если внезапно нападет. Но надеюсь, что мы успеем разобраться с одним противником, а потом с другим. Вооруженный конфликт в МЕЦИ. Давайте публично осудим, получим политическую власть, людские ресурсы, то, что нам нужно. Убираюсь войну прямо сейчас, опять же, не хочется. Мы только-только начали производство наших самолетов и наших танков. Надо достроиться. Давайте посмотрим, что у нас по промышленности. Ведь у нас там, если что, работают шпионы вовсю, да. Причем шпионы непростые, шпионы хорошие. Можно, да, вот. С немецким гражданством, с дунайским гражданством, вот здесь. Ну и этот просто уже нормальные перки имеет. То есть мы очень хорошо знаем, что происходит в Германии. И, да, конечно, там промышленность чуть побольше, но, я бы сказал, ничего нереального для нас. Нам всего лишь нужно-то подстроить побольше самолетов, танков. И, я думаю, мы их без проблем победим. К тому же, Россия тоже будет в это время воевать с Германией. И очень много ее сил будет отлично от УА. Да, и не стоит забывать, что у нас здесь будут союзники, да. Все-таки мы победили в Южной Америке. Здесь Мексика, Индокитай. Там в Китае, не знаю, вряд ли пойдут нам в войне, но помогут. И Италия. Так что, Германия, берегись. Здесь, в Италии, мы очень жестко прорвались на юге. И сейчас просто окружим их войска и ликвидируем. Отлично. Нас тут обстреляли. Ну, конечно же, мы потребуем официального изменения. Потому что, что это такое? Ну-ка. Можем уже начать? Но я бы хотел, конечно, чуть-чуть попозже. Все-таки, ну, нужны истребители, нужны танки. И мы очень неплохо продвигаемся в Юге Америки. Как вы можете видеть, тут опять окружение очередное. И да, я чувствую, что синдикаты очень сильны. Вопрос лишь в Канаде, но на самом деле Канада не сильна. Поэтому, что нам ее бояться, верно? И да, этот момент настал. Новая Англия и Канада вступили в войну. Ну, причем сразу со всеми. Удачи им с этим. Даже не знаю. Возможно, мне сейчас стоит просто эти войска переносить в Новую Англию. Да. Планирую на Германию напасть где-то в августе. Это примерно плюс-минус историческая дата для этой игры. Считается, потому что она в условиях фокуса написана. Да. Здесь вот капитализировала тем временем Итальянская республика. И осталось буквально добить Сицилию. И Италия плюс-минус объединена. Осталось все это срождение. Но я, по-моему, если правильно помню, то она не необходима для объединения Италии. Хватит лишь основных территорий. Вот и Италия полностью соединилась, получается. Ну, вроде как. Да, завершено. Отлично. Теперь это откроем ОИН хорошие фокусы. И я думаю, уже пора возвращать всех добровольцев. Готовиться к нападению на Германию. А вот и Аргентина к нам на борт пожаловала. Чуть-чуть подальше мы пошли. Я хочу еще подстроить, наверное, вторую железнодорожную пушку. Да, у нас есть одна. Она пойдет куда-нибудь на юг. Одна пойдет куда-нибудь под север. И, да, обучить, на самом деле, войска вот эти вот. Ну и, конечно же, мы все еще будем подстраивать параллельно танки. Параллельно будем подстраивать авиацию. Нам потому что все еще чуть-чуть не хватает. Можно подождать. Ничего плохого от этого не случится. Россия все равно пока не напала. Мы хотели бы делать это примерно одновременно. Желательно даже вторыми, чтобы удар первый пришелся на Россию, а мы уже против более ослабленной Германии без проблем смогли пробиться. Вот и Чили к нам присоединяются. Словно говоря, тоже мы вот это бы хотели, чтобы к нам поприсоединялись парни всякие. Тут всякие Чили, Аргентины, в Индии. Вряд ли у нас получится уже победить. Но, тем не менее, сила у нас есть. В Рейхспакте тоже, на самом деле, есть Ирландия неожиданно, Бразилия, Куба. То есть у них тоже есть такие дистанционные стороны. Но я думаю, нам это не помешает. Кстати говоря, никто из Восточной Европы не ушел. Только Польша такая нейтральная стала. Но на самом деле, по-моему, она все равно присоединится. Вот и, собственно говоря, началась война. Давайте еще подождем немного, и тоже мы будем вступать, я думаю. Давайте оценим силу вообще России, да? Как Россия себя может погладить против Германии? Кстати говоря, Польша выступила против Германии тоже. И синдикалисты почти победили в США. Это тоже меня радует. Там еще и Мексика вступила. Я думаю, идти-идти к нам, потом присоединяться. Но именно в войну, наверное, только Мексика вступит. Кстати говоря, и понятно, что у них есть британская помощь, но я им не могу оказать помощь. А, я могу, кстати говоря, позвать Италию к нам. Мы обязательно это сделаем. Так вот, насчет России. У них неплохая получилась в итоге промышленность. Но, конечно, против объединенной промышленности все в респакт они не выстрелят. Но надо понимать, что в Германии просто очень много войск стоит именно на нашей границе. Что, несомненно, тоже сыграет свою роль. Кстати говоря, выборы проходят, да, они не отменились, забавно. Давайте подумаем. Вот тут, на самом деле, достаточно простые бонусы. Стабильность. И оружие пехоты, и опыт армии. Стабильность. Доктрина. Мы доктрины выкачали практически все. К войне мы эту доктрину уже докачаем. Так что неинтересно. Да. Давайте просто возьмем близкие ресурсы. Потому что именно их нам сейчас не хватает. И только с войной мы сможем сменить призыв. И, в принципе, и мобилизацию тоже. А вот еще возможность нам найти плюс населения, да. Давайте посмотрим все бафы. Ну да. Это бесполезно. Это слабо. Это слабо. По сравнению с 10% населения. Это все пыль. Нам очень нужно дополнительно найти какие-то людские ресурсы. Собственно говоря, внешняя безопасность. Дальше. А тут никаких бафов нет. Только стабильность и популярность. Ну, очевидно, мы выберем просто синдикалистов и экономическая политика. Для фабрики, строительства, два с военных завода. А вообще, вообще, фабрики, конечно, обычно выгоднее. Да, но военные заводы нам нужнее чуть-чуть. Но нет, я думаю, возьмем фабрики. Потому что, опять же, они выгоднее по производству. И мы все еще подстраиваем военные заводы. На самом деле уже очень даже плотненько. И внешняя политика осталась. Просто возьмем синдикалистов, чтобы получить больше популярности нашей правящей партии. Танта готовится нас атаковать. И, ну-ка, выборы. Тот же самый или другой. Ну, давайте того же самого. Я не вижу вообще между ними разницы. Ну, допустим, Танта там готовится нас атаковать. Но мы атакуем Германию. Я думаю, впервые. Давайте уже отменим этот фокус и поедем на уничтожить Германию. Смотрите, тут сколько наших союзников сюда войска поприсылали. Это очень приятное зрелище. Здесь и испанцы, здесь и итальянцы, здесь и британцы. Единственное, я боюсь, чтобы итальянцы не оставили свои фланги здесь неприкрытыми. Но если там не будет войск, мы просто прикроем этот фланг за них. Потому что здесь, как вы можете видеть, войск и так хватает даже с союзниками. И также мы подводим сюда наши орудия, которые мы достроили. У нас теперь три орудия. Следующее орудие, я полагаю, отправится как раз-таки в Италию. У нас не прикрыты порты, но я думаю... А, кстати говоря, вот нас и напали. Давайте уже нападем на Германию вместе с этим. Кстати, вопрос, а Бельгия сразу вступит? Да, Бельгия сразу вступит. И это значит, что Бельгия сразу будет ликвидирована. У нас здесь уже даже авиация готовила, которую я, как вы можете видеть, потренировал, чтобы она все лучше показывала. И мы без особых каких-то проблем сейчас проникнем Бельгию. Дополнительно я еще танчики сюда подведу, хотя я не думаю, что они вообще сюда успеют. Отлично. Ну да, вот она, в принципе, капитуляция практически сразу. И получается, это мы в этот раз обошли немцев через Бельгию. Разве не прекрасно? Ну и раз уж началась война, мы можем поставить наконец-таки призыв. Мы не можем сменить экономику, потому что Антанта слаба. Да вроде нет. Очень странно. А должна быть именно какая-то одна страна больше, чем мы. А у них просто такое же количество фабрик на весь Альянс. Ну ладно. Кстати говоря, пора уже вывести наши конвои. И вот она, нападение на Германию. Но воевать, я думаю, мы уже будем в следующей серии. А с вами был Ребят ДопК. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.